Девушки отдыхают Сестричками, всех уже, к счастью, разобрали, а вот Келли осталась одна. Правда, у нее есть друг, волонтер по имени Дмитрий. Расскажи, почему именно эта собака тебе приглянулась? Ну вы посмотрите, беленькая, пушистенькая, маленький такой комочек. Дмитрий больше других заинтересован, чтобы этот маленький комочек нашел хозяина. Для этого парень регулярно выкладывает в фотогалерею приюта свежие портреты Келли. Но чтобы сделать удачный снимок, нужно терпение и сноровка. Ко всем надо знать подход. Каких-то приманить, каким-то подкинуть что-нибудь в воздух, травушку, одуванчик, чтобы они ушки подняли и посмотрели в кадр. А каких-то нереально снять. Они будут кругами бегать, их нужно сперва маленько приспособить. Дмитрий не только волонтер ласки, он здесь еще и фотограф. Ведь многие люди, прежде чем приехать в приют за собакой, знакомятся с ними в интернете. Но, как говорят местные специалисты, для взаимной любви лучше всего посмотреть животному в глаза. И они расскажут все. Хотя на самом деле собаки не умеют говорить, и добросовестный хозяин должен научиться понимать и помогать мохнатому другу. Кстати, сейчас, когда на дворе лето, и порой бывает очень солнечно и тепло, особо пристально нужно следить за здоровьем собаки. У этих животных нормальная температура тела от 38 до 39 градусов. И они, в отличие от людей, гораздо хуже переносят жару. Если вдруг вы заметили у своей собаки симптомы перегрева и теплового удара, то мгновенно, срочно собаку убрать в тень. И необходимо максимально охладить собаку. В паху, в подмышках проходят крупные сосуды, которые помогут также быстро охладить. То есть какие-то охлаждающие компрессы, например, лед из холодильника, охлажденную воду в бутылках. А еще специалисты советуют по возможности не заниматься самолечением. Если у собаки пропал аппетит и настроение, это повод срочно обратиться к врачу. Зачастую именно своевременное обращение к ветеринару спасает хозяина от длительного и дорогостоящего лечения, а животное от гибели. Бывалые собачники говорят, необходимо проводить важные гигиенические процедуры и следить за состоянием, в том числе, шерсти животного. За любым типом шерсти нужен свой определенный уход. То есть если гладкошерстная собака вам особого труда не доставит ее расчесать дома, то, например, не спадающая шерсть, либо объемная шерсть, тут уже сложнее. Здесь хозяевам нужно следить за шерстью постоянно и не допускать, чтобы появлялись колтуны у животного. То есть когда появляются колтуны, здесь уже дома справиться очень тяжело и в некоторых случаях тяжело справиться даже в салоне специалисту, потому что иногда проще животное не мучить, а просто подстричь коротко. Вообще зооиндустрия, она шагнула уже очень далеко вперед и как бы можно подобрать и для домашнего ухода, и для выставочного ухода большой набор достаточно косметики. Можно в свободном доступе в зоомагазине купить даже крем для подушечек лоб. Волонтеры приюта Ласка за собаками ухаживают, но в основном выгуливают их и дрессируют. Местные животные по салонам красоты не ходят, хотя некоторым совсем не повредило бы. Нашу героиню Келли природа одарила роскошной шерстью, и будущий хозяин должен запастись расческами. И тогда этот белый пушистый комочек будет радовать вас своей красотой и преданностью. Если меркнет свет по кошке, на душе скрипутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знает вся ты, это не собак, это не собаки. Нету существа, нету существа, нету существа. Ласкови собаки, мы сильней собаки, нету существа.